Первое знакомство. Русский для тех, кто знает немецкий. Перед вами индоевропейские языки Евразии. В эту группу входят италийские языки, кельтские, балтийские, индоиранские языки, а также албанский, армянский, греческий язык. Русский и немецкий – это тоже индоевропейские языки, но они из разных групп этой языковой семьи. Русский – из группы славянских языков, а немецкий – из группы германских. Перед вами некоторые германские и славянские языки. Есть и другие. Давайте послушаем песню и переведем ее на немецкий. Пусть всегда будет солнце! Солнечный круг, небо вокруг – это рисунок мальчишки. Нарисовал он на листке и подписал в уголке. Пусть всегда будет солнце! Пусть всегда будет небо! Пусть всегда будет мама! Пусть всегда будет солнце! Пусть всегда будет небо! Пусть всегда будет мама! Пусть всегда буду я! Важные слова Пусть всегда будет солнце! Солнце Исторически, корень в русском и немецком – один и тот же. Немецкое слово женского рода. Мы видим это по артиклю. Русское слово среднего рода. Мы видим это по окончанию. Пусть всегда будет небо! Пусть всегда будет небо! Небо! В этих словах корни разные. У русского слова небо есть немецкий родственник. Дернейбль – туман. Немецкое слово мужского рода. Мы видим это по артиклю и отсутствию окончания. Русское слово среднего рода. Это видно по окончанию. Пусть всегда будет мама! Мама! Это слово понятно без перевода. Еще есть другое слово – мать. Корень исторически тот же самый, что у немецкого мутер. Это видно, например, по множественному числу. Мать – матери. Пусть всегда буду я! Я! В обоих языках это личное местоимение первого лица единственного числа. Местоимение «я» в латинском, греческом, английском, немецком, русском и других индоевропейских языках имеет разные, но родственные формы. «Пусть всегда буду я!» Всегда! Корни у русского и немецкого слова разные. «Пусть всегда буду я!» «Пусть буду!» «Пусть будет!» «Буду и будет» – это формы глагола «быть». Помните, как у Шекспира в Гамлете? «Быть или не быть?» Что я теперь знаю? Русский и немецкий – индоевропейские языки. Немецкий – язык германской группы, русский – славянской. В русских и немецких словах есть общие древние корни. В русском языке нет артиклей. Грамматическая информация содержится в окончаниях. Русские существительные пишутся с маленькой буквы. Постскриптум «Песню «Пусть всегда будет солнце» впервые исполнили в Советском Союзе в 1962 году. Пели ее и в Германии. В ГДР пели один вариант, а в РГ – другой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok